Доброго времени суток! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Наталья Жукова. И я приветствую гостей моего канала, моих постоянных подписчиков и, конечно же, партнеров корпорации Constellation LAC, а в частности, мою любимую команду Sirius. Друзья, я очень рада, что мы можем с вами, благодаря интернету, развивать и обучать друг друга. Это очень здорово. И низкий поклон тем интернет-предпринимателям, которые искренне делятся различными своими фишками, какими-то инструкциями, какими-то подсказками для того, чтобы мы становились грамотными интернет-пользователями, грамотными бизнес-предпринимателями. И, скажем, это все не может не радовать. Я, в свою очередь, тоже хочу дать некоторые подсказки. Для многих это, скорее всего, будет что-то, знаете, уже известное. То есть, это какие-то мелочи, ерунда. Но я уверена, что для новичков в интернете мой видеоролик, он будет полезен. Я пройдусь по социальной сети ВК и Инстаграм. Конечно, здесь еще непаханное поле для моего личного развития в этих сетях. Но по ходу того, что я узнаю, я буду постепенно делиться со своими зрителями. И, к примеру, давайте возьмем пару моментов именно по ВК. И, к примеру, моменты друзья. Как сделать так, чтобы из друзей, скажем, ну, добавляются же все, да, ты всех принимаешь, добавляешь. Просто получается так, что некоторые аккаунты, они, собственно, вообще неинтересны. То есть, не вы, в принципе, неинтересны для циферки, вас добавляют. И вам этот аккаунт неинтересен. Потому что лично я считаю, что мы в интернете все живые люди. Да, есть боты, есть роботы, есть программы, которые ставят. Но лично я занимаюсь предпринимательством, которое строится на взаимоотношениях с живыми людьми. Поэтому, конечно же, мне интересен живой человек. Мне интересен человек, который развивается, который двигается к успеху. И действительно есть, ну, скажем, такие моменты у него в ленте, которые могут мне быть полезны. И у меня в ленте могут быть такие моменты, которые могут быть полезны и ему. Если, допустим, вы знаете, что важнее иметь подписчиков, то есть, это по мониторингу, как мы вообще отображаемся в поисковиках ВК, то нужно понимать, что, ну, как бы, я посчитала нужным, да, что я периодически так, правда, ну, редко, но думаю, что сейчас буду делать почаще, друзей перебрасываю на подписчики. То есть, мы заходим, мы, например, да, к примеру, идем, ну, на какого-то человека, точнее, аккаунт, это совсем даже, может быть, не человек. Я знаю, что люди по 10, по 20 аккаунтов имеют. Вот, опять же, да, причина, почему, собственно, нужно его перекинуть. Вообще, собственно, мне не нравятся вот такие вот картинки, когда нет живого человека. Ну, не нравится мне это. Я не знаю, может быть, кто-то считает, что это нормально, что нет личного фото на центральной фотографии, да, на центральной странице. Но я вот, как бы, рассказываю вам свое мнение. Открыть ссылку в новой вкладке, то есть, я открываю новую вкладочку и просто захожу и смотрю, интересен ли мне этот человек, могу ли я ему быть интересна. Потому что люди соединяются, да, скажем так, по одному формату мышления, по интересам, единомышленники, да. Предсказания, да. Решаю тесты, пишу курсовые, 7 вещей. Ну, возможно, кому-то понравится этот аккаунт, мне не очень он нравится, поэтому я его закрываю и здесь просто-напросто нажимаю на три точки убрать из друзей. То есть, таким вот образом сейчас у меня в подписчиках будет 86 уже, а не 85, да. И вот таким вот образом перекидываем тех друзей, скажем, которые вам не интересны. И вы априори им не будете интересны, понимаете. Далее, есть еще один такой момент, когда мы, например, ходим где-то по группам, где-то по страничкам, мы видим какой-то интересный пост, какие-то интересные мысли, картинки. И нам не хочется это делать перепостом на свою страницу, а мы хотим, например, потом эту картинку использовать при создании своего поста. Мы хотим использовать какие-то цитаты, да, какого-то, кого-то из людей. Я против плагиата, но я за то, чтобы цитаты шикарных, классных, например, бизнес-тренеров расходились по интернету, как, например, Александр Герасименко. Поэтому, скажем, прекрасный вот этот вот текст, я его могу сохранить так, чтобы мне потом не искать, и это было у меня под рукой. То есть я делаю «Поделиться» и я «Отправить личным сообщением». То есть я выбираю, например, себя любимую Наталью Жукову. Наталья Жукова. И отправляю к себе любимой личным сообщением. Вот таким образом вы можете сохранять информацию и не терять ее. Это очень здорово. Заходим в «Личное сообщение», вот «Запись на стене». То есть она отображается у меня как «Запись на стене». Это очень удобно. Я в любой момент просто могу взять и удалить эту запись. Нажать вот здесь вот «Выделить» и просто вот сюда нажать «Удалить». Поэтому вот такие два моментика коротеньких, но, я думаю, очень полезных, которые я хотела вам представить относительно ВК. А теперь переходим на «Инстаграм». Это моя страница через компьютер, через ноутбук в «Инстаграме». То есть это сейчас я вам показываю не смартфон. Я вам показываю свой компьютер. Но вы все прекрасно знаете, что загрузить вот таким образом картинки, фотографии мы не можем. Поэтому, друзья, мы с вами сделаем следующим образом. Мы сейчас сделаем версию смартфона, версию мобильного телефона, как мобильное приложение. Мы нажимаем правой кнопочкой «Просмотреть код». Правой кнопочкой прям по странице «Просмотреть код». И вот здесь вот сейчас выходит вот такая вот версия. То есть вот она, она встает как мобильная версия вот здесь вот, встает как мобильная версия. Но пока еще здесь, скажем так, никак мы не можем сюда ни фото закинуть, да, лайкать мы можем. А так, чтобы загрузить информацию на свою страницу, здесь не получается. Давайте мы попробуем обновить страничку. И вот когда мы ее обновили, посмотрите, вот здесь уже появился плюсик. Вот плюсик – это значит добавить картинку. Я кликаю на плюс, кликаю на плюс «Пользовательские файлы». Вот сюда я встаю, ставлю все файлы. И таким образом у меня выходит все, что у меня на рабочем столе. И, например, загружаю вот эту картиночку. Естественно, она получается вот такая какая-то срезанная, обрезанная. То есть здесь определенный формат фотографий. Я нажимаю «Редактировать». И, скажем так, я вот так вот делаю. Так, чтобы для меня важно, чтобы для людей был читабелен текст. Вот в данный момент мне это важно. То есть вот таким образом я сделала. Бизнес – это не печенька. Его не пробуют, а делают. «Констеллэйшн лак». Далее. Я кликаю «Далее». Я ввожу, например, свой город. Город Новороссийск. Территориально. Да, вот ввожу сюда. И введите подпись. То есть, ребята, вы можете приготовить различные тексты. Я сейчас просто спущусь. Я не приготовила заранее. Да, я спущусь сейчас на фотографию, которую я загружала сюда в ВК. Изначально. На тот текст, который я брала именно для этой фоточки прекрасной. Для этой картинки точнее. Я беру этот текст, копирую его. Копирую. Вместе с тегами. Эти же теги я использую и в Инстаграме. Копирую. И вставляю вот сюда. Вставить. Просматриваю. Так промотала. Замечательно. Здорово. И теперь кликаю поделиться. То есть, идет заливка моей картинки с описанием на страничку. Я могу встать к тебе и посмотреть, собственно, все ли произошло замечательно. Вот. Пожалуйста. И вот, пожалуйста, то, что отображается текстом. Посмотрите, здесь и смайлики сохранились. Конечно, он не идет так красиво, как у меня было в ВК. Но в любом случае, самое главное, это смысл, да, контент. Смысл. Поэтому вот такая вот интересная штука. Еще очень здорово, да, что мы можем какие-то тоже интересные мысли из ВК, если, точнее, из Инстаграма, если вы понимаете, со смартфона вы зайдете, вы не сохраните фото, которое у людей, вы не сможете это к себе взять, вы не сможете скопировать текст, который человек написал, то благодаря вот такому варианту, мобильному варианту на компьютере, это можно сделать очень легко. Вот у меня, например, есть некоторые закладочки, да, то есть я захожу вот сюда, кликаю вот на эти закладки, и я могу взять любой текст, да, вот, то есть встала я там, допустим, ну вот сюда вот на девушку, что-то я здесь сохранила, наверное, мне понравилось то, что она здесь написала. Люди прилагают массу усилий, чтобы оставаться несчастными, но не замечают это. Если же увидят, то поймут. То есть я могу этот текстик, какие-то детали взять, допустим, к себе в свой пост. Еще раз повторяюсь, плагиатить не нужно. Но есть некоторые мысли, которые я считаю, что можно использовать, потому что не факт, что вот именно этот текст создан лично вот этой девушкой. Далеко не факт. Я думаю, что вы понимаете. Но я против плагиата, поэтому развивайте свое творчество. Но есть такие вещи, когда ты реально читаешь и понимаешь, да, тебе это очень все здорово созвучно. То есть так же, собственно, и говорит твоя душа. Поэтому, друзья, здесь, я думаю, понятно. Итак, как перейти на мобильную версию? Это правой кнопкой, правой кнопкой показать код страницы. Либо кнопка на вашей клавиатуре F12. Кнопочка F12. Будьте успешны, развивайтесь, творите и открывайтесь людям. Давайте то, что вы знаете, отдавайте. Потому что я уверена, что знаете вы многое. Даже если вы в интернете ищут чайник, у вас и так уже есть большое количество знаний. Тех, которые могут быть полезны нам. Спасибо всем за внимание. С вами была Наталья. До свидания.